Доброе утро! Это первый Приднестровский и программа «Вкусные путешествия». Сегодня мы отправились на северо-восток нашей республики в село Плоть. Это село Рыбницкого района, расположенное в 35 километрах от города Рыбница. Село расположилось на живописных берегах маленькой речушки Окна. Есть информация о том, что уже в 15 веке на берегах этой реки был населенный пункт. На старом кладбище сохранились надгробные плиты, датируемые 1441 годом. Ну а первые упоминания об этом селе относятся к 1736 году. Из поколения в поколение передавалась история о том, что село основал человек по имени Логин. Село пополнялось людьми, бежавшими от Османского ига из Болгарии и Молдавии. А название происходит от слова «Плобь», что в переводе означает «тополя». Но в разговорной речи буква «П» заменилась на букву «Т», и сейчас село называется Плоть. В 1894 году князь Струбецкой построил в этом селе агротехническую и метеостанции, которые считались самыми лучшими на юге России. Село Плоть известно тем, что на его территории находится большое количество общественных колодцев и родников с чистейшей водой. Кстати, по переписи населения 1926 года население села Плоть составляло 4053 человека. А по переписи населения 2008 года, к сожалению, население составляет 1075 человек. Ну а сегодня, в Татьянин день, мы отправляемся в гости к одной из жительниц села Плоть, которую, как вы догадались, зовут Татьяна. Село Плоть славится большим количеством жительниц с именем Татьяна. И сегодня мы отправляемся в гости к одной из Татьян. Кстати, большинство Татьян, живущих в селе Плоть, носят имя Татьяна Григорьевна. Хозяйка, встречающая нас, тоже Татьяна Григорьевна. Татьяна Григорьевна! Да, да. Здравствуйте! О-о-о! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады были к вам. Еле добрались, но приехали. Мы тоже очень рады вас видеть в наш двор, в наш дом. Так, это хлеб-соль, я понимаю, что это надо... Да, это мы вас встречаем с хлебом-солью. У нас так принято, у нас такая... Давайте я тогда попробую, где же мне отломить кусочек... А вот, отломила кусочек хлеба и соли. Сами пекли? Сами пекем. М-м-м, вкусно! Пожалуйста! Так, после хлеба и соли надо угощаться. Спасибо! Ну, будьте здоровы! На здоровье! С именинами, Татьяна! Спасибо, спасибо вам большое! М-м-м! Солнечное, потрясающе вкусное вино. Ну что, мы очень рады, что вы нас так встретили. Рассказывайте, что мы сегодня с вами будем готовить. Всей семьей, я так понимаю, да? Ну да, всей семьей, конечно. У нас семья большая, и мы всей семьей собираемся делать. Делаем и украинские блюда, и молдавские блюда. Молдавское блюдо – дзамы, а украинское блюдо – пампушки с чесночком. И все это мы будем в печке готовить? Конечно, конечно. Ну, тогда давайте отправляться готовить и рассказывать нашим телезрителям, как мы будем это делать. Давайте, давайте. Давайте. Вот мы с хозяюшками собрались на летней кухне, очень красиво украшенной, с вышивками, с настоящей печкой, и приступаем к приготовлению. Но сначала я вас обязательно познакомлю. Это героиня наша Татьяна Григорьевна, это ее сестра-близняшка Наталья Григорьевна, а это еще одна хозяюшка Валентина Михайловна. Так, девочки, давайте рассказывайте. Мы готовим праздничный обед к Татьяниному дню, да? Что мы будем готовить? Мы будем готовить молдавское национальное блюдо – замы. Замы – это первое блюдо, да? Это первое блюдо, да. И будем готовить украинское блюдо – пампушки с чесночком. А почему молдавское и украинское? Да, потому что у нас окружают вообще все села украинские, и вообще у нас в Приднестровье много национальностей. И молдаване, и километры оттуда у нас крутые, Лабушно и Кодома. Украина, Украина, Украина. Это самое отдаленное село, да. Понятно. Давайте тогда приступать. С чего мы начнем? Я так понимаю, что вот бульон… Да, мы начинаем с дзаму. Бульон уже сварен был, да? Бульон уже сваренный, да. Петушок порезанный, все и сваренный. Мы сейчас будем готовить… Да, это домашний петушок. Хорошо. И что мы сейчас будем готовить? Для этого надо приготовить лапшу. Это блюдо просто чудо. Это блюдо как лекарство. Это блюдо от простуды, от хвори. Это блюдо в лютый холод и в жаркий день. Так что приступаем к дзаме. Замечательно. Что вы делаете сейчас? Мы просеиваем муку для лапши. Так, вы муку просеиваете. Вы что будете делать? Я буду резать морковку, лучок для дзамы. А Валентина Михайловна что будет делать? А я сделаю помпушки. Помпушки будете делать? Да, да. Так, это тесто, я смотрю, уже замесили на помпушке, да? Да, они дошли. Дошли, поднялось тесто, да? Валентина Михайловна, расскажите нам, как вы месили, что там есть в этом тесте? Только мы просеяли муку, дрожжи и кусочек маргарина и тепленькую водичку, чтобы оно все подняли. Дрожжевое тесто, да? Да, дрожжевое тесто. Хорошо, я буду мазать форму и буду делать маленькие помпушки, чтобы они, пока огонь горит в печке, чтобы они дошли, чтобы они были готовы, чтобы поставить в печку. Значит форму, что вы делаете? Смазываете? Смазываем подсолнечным растительным маслом, да? Смазываем подсолнечным растительным маслом, да? Это вот, которые укрывают качанчиками, да? Да, качанчиками, да? И вот я мажу форму и буду начинать делать помпушки. Показывайте нам, как это делается. Чуть-чуть масла, чтобы я намазала себе чуть-чуть крючки и начинаю делать. Вот делаем маленький помпуш. Шарики, да? Шарики, да. Скатываете шарики и выкладываете их рядышком один к другому, да? Да, один к другому. Понятно. А вы вмесите тесто на... Я вмесу тесто на лапшу домашнюю. Что вы сюда добавляли? Тесто очень простое, мука и яйца. Сколько яиц? Соли. По желанию объем замок. Сколько лапши хотим сделать, да? Да, объем замок. А водичка сюда добавляется? Нет, только яйца. Только яйца, соль и мука, да? Но яйца домашние, не желтые. Желтые яйца, да. Мука просеянная, яйца и соль вы добавляете. Понятно. А у нас морковочка мелко режется, это в замок пойдет все, да? Для замок, да. Помпушки складываются, все туда получается. А я тогда задам вам вот такой интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, в вашем селе много Татьяна. Много. Да, и вас назвали Татьяна. Есть этому какая-то причина, родители вот назвали вас Татьяна? Есть. Расскажите. Мы многодетная семья считается. Сколько детей у вас есть? Пятеро детей в семье, да. И вы близняшки или еще есть? Двойняшки. Двойняшки, да. У нас еще три брата. Мать нас родила уже в возрасте 41 год. Это когда отвезли мать в роддоме. Там гинеколог и врач. И у него тоже близняшки родились 9 февраля. И они назвали тоже Татьяна и Натальей. Ну, у мамы как она в возрасте. Тяжелые роды. И она хотела отблагодарить врачей. И назвала имена их дочерей. Татьяна и Наташа. Ну, врач студентом всегда был. А это Татьяна вроде как день студента. Да, Татьяне в день студента. И вообще тогда такая мода вся. Все, Татьяна, Татьяна. Ну, вот от этого и назвали меня Татьяной. Ну, понятно. Назвали меня Татьяной. Татьяна вообще самое распространенное имя на Руси было издревле. Переводится с древнегреческого Татьяна как устроительница. Вот Татьяны они все устраивают. Они все обустраивают. Они такие хозяюшки. Мы видели ваш двор потрясающий. Понятно, что это устроили вы все своими руками. Да? Ну, старались. Имя себя оправдывает. Татьяна устроительница. Хорошо. Что вы делаете дальше? Дальше мы лапшу режем на мелкие шарики. И раскатываем. И будем раскатывать, да. И потом будем раскатывать и резать лапшу для бульона. Ножом? Да. Сейчас есть специальные машинки разные для лапши. Но все руками, да? Мы не пользуемся машинками. Это долго. И мы любим все, как делали наши родители, наши как бы предки. Так, а у нас помпушки продвигаются, да? Это вот так плотно надо уложить? Нет. Чуть-чуть я меньше буду делать. Они будут подниматься. Они будут распухать, да? Да. Их укладываются одна к другой и потом будут подниматься. Да. А помпушки будут еще с чем-то у нас? С чесноком. С зеленью с чесноком? Только чеснок. Только чеснок. Когда они будут готовы, посыпаются чесноком. Да. Мы это еще увидим обязательно с вами, да? Да. А теперь раскатывается лапша. Она тоненькая должна быть, да? Да. Раскатать. А до какой степени тоненькая? Ну, по вкусу делают, делают и потолще, делают и тоньше. Кому как нравится, да? Но все равно, но и когда тоньше, приятнее смотрится и намного вкуснее. А такая желтенькая она у нас, потому что яйца домашние. И вот желточек. Наверное, курочек кукурузкой кормите, да? Конечно. Чтобы желтенькие-желтенькие были желточки. И, конечно, это очень вкусно, причем натуральный продукт. Все, все натуральный продукт. Вы порезали сюда морковочку и что еще беленькое? Это что? Сельдерей. Сельдерей, да? Корень сельдерея порезали. Хорошо. Надо где-то поставить, чтобы оно подошло. Чтобы подошло, да? Надо поставить, накрыть, чтобы подошло. Где-то все. На печку? Ну да, чтобы она была. Давайте. Вот и печка пригодилась. Не только чтобы готовить, да? Да. Но еще и чтобы тепло было. И делаем еще один противень, да? С помпушечками. Хорошо. Эти пока подходят. А потом они отправятся в печку, да? Да, да. Скажите, пожалуйста, нам, Татьяна Григорьевна, а чем вы занимаетесь? Только хозяйством домашним или еще чем-то? Я работаю. Где? Работаю на почте почтальоном. Ух ты! Да. Вы читаете письма, телеграммы? Обязательно. Хорошие вести? Радую людей. Иногда бывает и огорчение, но большинство радую людей. Я работаю еще в Доме культуры. Так, в ув nouvelles села? В нашем селе, да? А что вы там делаете? Вот мой, директор Lower Дома культуры. То есть, ваша сестра директор Дома культуры? Да. А я работаю в вдоме культуры. Что вы там делаете? Что мы делаем? Есть кружки у нас, ансамбль? Есть у нас женский, есть детский ансамбль, у нас есть танцевальный ансамбль, у нас есть кружки шитеря, драм-кушок. Так, подождите, всего в селе тысячи жителей. И у вас столько кружков, все действуют, и кто туда? И взрослые, и дети ходят? И взрослые, и дети. Так, драматически танцуют, поют, рукодельничают, чтецы есть. Замечательно, слушайте, у вас таланты просто здесь в селе, вы, наверное, решили нам и драм-театр, и телевидение пополнить новыми талантами. Хорошо, растите, нам такие люди нужны. А вы сами поете? Пою. Вы ходите в вокальный кружок тоже или руководите им? Нет, у нас художественный руководитель есть, а мы ходим в вокальный кружок. А что вы там поете? Ну, разные песни, молдавские, украинские. А споете нам? Давайте вот пока готовим, вместе что-нибудь споем, давайте? Давайте, молдавскую песню «Шайвятся омулуй». Давайте, давайте. А как переводится «Шайвятся омулуй»? Такая жизнь. Узывай человек? Такая жизнь у молдаван. А, хорошо, давайте. Вот такая жизнь. Какая интересная она? Красивая, интересная. Давайте тогда споем эту песню. Давайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все работают, я танцую. Столько хозяек здесь, что мне просто не достается ничего сделать. А зелень для чего мы режем? Для дзамы. Для дзамы. То есть, когда она будет готова, туда зелень. Татьяна Григорьевна раскатала тесто и сейчас будет резать лапшу. Показывайте, как это делается. Так, вот такими кусочками. Ленточками, да. Ленточки. Красиво, ленточки. А потом с ленточек будем резать лапшу. Так, вот так тоненько, аккуратненько. Вот это без машинки, ручной работы. Хендмейд. Да. По-английски, а по-нашему просто руками, да? Просто руками, все руками. Хорошо, вот такая лапшичка. Ну, ее длина и толщина зависит от того, как захочет хозяйка порезать. Кто, как любит, кто, как желает, да. Так, а что мы еще можем делать? У нас тут порезано, что? Ага, мы это к пампушкам готовим, да? Пока режется лапша. А я почистю. Яичко для пампушек смазывать сверху, чтобы были красивые, желтенькие, да? Да, перед подачей в печку. А чеснок у нас пойдет на пампушку сверху? Да, нет. Их будем обвалять. Обваливать в чесноке. Да, да. Чеснок чистится и мелко режется или вот давится, да? Нет, через чеснок. Давится. Чтобы он сок пустил. Да, да, да. Все понятно. Работа кипит, мне делать, как всегда, нечего, да? Три хозяйки здесь. Так, я сегодня руки в боки. Вот так. Ну, у меня вот помощники есть. Конечно, когда столько рук. Хорошо, что мы еще, как говорится, не толкаемся, да, как хозяйки на кухне. Нет. Есть место, где развернуться, да, есть где работать, есть где все сделать. Яйцом взбивается. Нет, ну вы посмотрите на эту красоту, какое оно. Оно просто нереально желтое. Вот бы в магазинах такие продавались яйца. Так, Наталья Григорьевна, а ну-ка рассказывайте, что вы сейчас делаете? Я по-другому режу лапшу. Вот так скатываем. Коржик, он должен подсохнуть чуть-чуть, да? Ну, он не сильно подсохнутый, но тоже можно резать. Лапша получается по-другому. Она получается длинненькая такая, да? Длинненькая, да. А когда скорж высох, он не получается вообще красивый, такие длинные получаются. Правильно, но для такой лапшички надо, чтобы коржик подсох. Подсох, его вот так в трубочку скатываешь. В трубочку скатываешь, и она получается длинная лапша. так подождите а лук что вы делаете с луком в дзаму бросается лук сырой и морковка и целый лук для цвета бульона для вкуса и для цвета шелуха именно в шелухе шелуха даёт такой жёлтенький когда холодец ещё ставим тоже бросается с шелухой там бульончик по-моему и так жёлтенький от петушка а вот шелуха даст ещё такой золотистый цвет так лапша у нас готова тут порезана тут порезана вот видите как она отличается да можно так можно и так отлично вот видите два разных способа и чесночок у нас готовится для пампушек да для пампушек так а сейчас мы это все будем закладывать до заваряем нашу дзаму и печь так вот наш казан только из печи и сейчас сюда будем так красота и сюда загружается значит что загружается лапша лапша морковка лук лук помните дорогие телезрители в первой программе в сентябре мы вам показывали как готовится борщ акру как это все заквашивается вот именно его мы и будем заливать и вот так вот аккуратненько красиво все смазывается чтобы они были жёлтенькие да чесно которые мы сделали сюда добавляется масло масло подсолнечное и только или что соль и водичка чтобы получился как муждей соус да такой и потом когда пампушки будут готовы они будут обваливаться в этом соусе ну тогда мы тоже отправляем наше блюдо в печку на пойдемте ось было жару пампушки так что мы делаем с ними сейчас мы снимаем папу пампушки мисочку и смазываем их чесночку а вот так кисточками тоже смазываем до чесночок водичка подсолнечное масло да да все теперь накрываем на несколько чтобы они продали чтобы они пропарились по впитали чеснок но но вы себе представляете как это пахнет попробуйте приготовьте а вы слюненький то текут все тут заодно можно и погреться надо пушечками из печки хорошо и у нас зама уже на подходе или давайте 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 сюда к нам заму 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 вот она вот наша зама сами чай или и посыпаем зеленью и можно подавать к столу так вот она зелень запах потрясающий что дорогие друзья татьянин день не прошел зря татьяна вместе с сестрой наталья и подругой валентиной приготовили заму и пампушки вот такой будет праздничный обед зама и пампушки и вам мы желаем чего приятного аппетита не только нам всем мы желаем приятного аппетита будьте здоровы будьте здоровы а